Впервые в нашей республике День черкесского костюма отпраздновали в 2011 году, а в 2014 этот праздник получил статус государственного. В этот день традиционно проходят различные мероприятия, посвященные одному из главных богатств нашего народа – его костюму. Черкесский костюм – это не просто красивая одежда, это символ народа. Национальный адыгский костюм формировался на протяжении ряда временных эпох. Он неразрывно связан с культурой, обычаями, танцем и бытом адыгов. Мужская черкесска – однобортный распашной приталенный кафтан до колен, был вскроен так, что не препятствовал движению рук и ног. Широкий подол не мешал сесть в седло всаднику, а в стужу согревал колени. С появлением огнестрельного оружия на черкеску стали нашивать газыри, что в переводе с адыгейского означает «готовый», то есть «готовый заряд». Еще один важный атрибут адыгского мужского костюма – бурка. Она служила не только верхней одеждой, защищавшей путника от холода или зноя, но также могла быть и походной палаткой и постелью путнику. Благодаря красоте, простоте и практичности черкесска пришлась по нраву не только народам Кавказа, она стала популярна и за его пределами. Вспомним, что император Николай II со своим сыном-цесаревичем Алексеем нередко на торжественных приемах бывал в адыгской черкеске. Не остались равнодушными к ней и наши соседи – кубанские казаки, которые создали свою одежду на основе адыгского мужского костюма. Не меньшего внимания заслуживает адыгский наряд саи. Он подчеркивает изящество и красоту женщины. А узоры, вышитые на нем, говорили об искусной вышивальщице. Ведь много лет назад каждая девушка сама шила и вышивала себе саи. В наше время интерес к национальному костюму адыгов растет все больше. Часто в качестве свадебного платья невесты выбирают адыга саи, а женихи – черкеску. Также все больше используются различные элементы национальной атрибутики в одежде. И важно формировать любовь к национальному костюму с детства. Этой целью служит познавательное мероприятие, которое состоялось в Яблановской детской библиотеке. Его подготовила и провела библиотекарь Аминат Калакуток. На мероприятие были приглашены маленькие гости. Здесь они узнали историю черкесского костюма и смогли посмотреть, как он выглядит. На мероприятие были приглашены и члены литературно-художественного объединения «Надежда». В детской библиотеке есть музей, созданный библиотекарем Аминат Калакуток. Кстати, большая часть экспонатов здесь – это творение ее рук. К примеру, вот эти фамильные тамги и женские саи Аминат изготовила сама, специально для музея. Ее увлечение адыгским костюмом своими корнями уходит в детство. Я его люблю с детства. У меня был в детстве национальный костюм, который шила мне бабушка. Я его всегда одевала на любые мероприятия, куда бы мы не пошли с родителем. Всегда я одевала этот костюм, мне очень нравится. И также прививаю любовь к этому костюму со своим детям. Готовились к этому мероприятию также Джамбулат Ахиджак и София Кураева. Вместе они представили адыгский танец «Хакулящ». Также к этому мероприятию каждый из них выучил стихотворение по своему выбору. Джамбулат выбрал произведение Адама Шефрукова «Я сын адыгского народа». Я сын адыгского народа, и миру открывая лик, из Беслинеевского рода берет начало мой родник. Да, я черкес, и тем горжусь, что на колени никогда и ни за что не опущусь под видом острого клинка. Во мне доселе не погас, зажженный нартами огонь, и будет жить еще Кавказ, и зазвучит опять гармония. За неделю, две, наверное, готовились, проминали, комбинации стихотворения учили. Я выбрал много стихотворений разных, выбрал более какое-то большое и более такое мощное. София Кураева выбрала произведение адыгского поэта Аскера Гадыгатля. Моя адыгия, край дорогой, моя адыгия, ты в сердце со мной, моя адыгия, рай земной, моя адыгия, ты вечно со мной, адыгия, родная моя, уголок страны привольной нашей, глянешь, вся в цвету твоя земля, нет земли красивой нашей. Я выбирала очень красивое стихотворение про адыгею. Я подготовила танец и стихотворение, надела национальный костюм. Также к этому мероприятию готовились и другие юные артисты. Джанета Тугус и Суанда Яхутль подготовили танец из ламей. Девочки занимаются адыгейскими танцами уже несколько лет. Я хожу на адыгейские танцы, мой анзамбль называется «Молодость Адыгея». Мне больше всего нравится на танцах этот костюм. Спасибо библиотеке, что позвали меня на такое торжество. Я занимаюсь адыгейскими танцами на протяжении трех лет. Сегодня на этом мероприятии я буду танцевать танец. Я сегодня пришла на праздник адыгейского костюма. Я хочу сказать спасибо в библиотеке, что она меня пригласила на праздник. Таким насыщенным и ярким было мероприятие в маленькой детской библиотеке поселка Яблановский. Ребята ушли с радостными эмоциями и высказали пожелание еще раз принять участие в такой встрече. Рада Хакунова, Василий Дорошенко, Батрбиберитарь, Муниципальные вести, Яблановский.